Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Территория Восточного Казахстана была благоприятным местом обитания для человека еще с древних лет. Перемены климата и войны племен вынуждали людей искать наиболее удобные способы существования. Для жителей этой земли самым приемлемым стал кочевой образ жизни. История кочевых племен, зарождение и расцвет могущественных степных империй берут начало с Восточного Казахстана. В Казахстане с древних времен именно земля Восточного Казахстана была территорией, где народы общались друг с другом, группировались, объединялись и исторически складывались. Это место, где бурно развивались культурные процессы. Восточно-казахстанская земля, по моему мнению, это симбиоз всех культур, восточной тюркской культуры, местной тюркской и южной культуры, пришедшей с Ирана. Это было синкретическое объединение всех культур, которые, смешиваясь и впитывая друг друга, оказались в одном огромном бурлящем котле. Эти процессы проявлялись сильно в эпоху саков. Родиной саков считают Алтай. Но еще в бронзовом веке на этой земле была высоко развита культура. Среди всех известных нам народов, только скифы обладают одним, но зато самым важным для человеческой жизни искусством. Ни одному врагу, напавшему на их страну, они не дают спастись. И никто не может их настичь, если только они сами не допустят этого. Как же такому народу не быть неодолимым и неприступным? Геродот Они первыми научились стрелять из лука на полном скаку. Сакский всадник стал прообразом неустрашимого кентавра – получеловека-полуконя. Женщины-саки удаляли правую грудь, чтобы лучше держать лук и копье. Ни один завоеватель мира не смог покорить саков. Царь всех царей и могущественный Кир погиб в кровавой схватке с легендарной Дамирис. Дарий, Александр Македонский свои первые поражения испытали на Сакской земле. На широких просторах Евразии не было силы, которая могла бы им противостоять. Динамизм и воинственность степных всадников испытали Мидия, Египет, Греция и другие древние страны. Обеспокоенные их успехами, правители искали с ними союзы. Этот воинственный народ стал легендой древнего мира. На территории современного восточного Казахстана проживало сакское племя Аримаспы. За их умение общаться с высшими мирами считалось, что они имеют третий глаз. По мнению ученых, это были духовные наставники всех сакских племен. На казахской земле гунны жили очень долгое время. Это земля, где развивалась и процветала гуннская культура. Но мы не можем пока точно определить культурные памятники гуннов. Они до сих пор еще не исследованы. Невиданный дотоле рот людей, поднявшийся, как снег из укромного угла, потрясает и уничтожает все, что покажется навстречу, подобно вихрю, несущемуся с высоких гор. Амян Марцелин Их численность была небольшой, около 300 тысяч. Но каждый гуннский мужчина был воин. Гунны создали первую кочевую империю. Они держали в страхе соседний 60-миллионный Китай. Специально построенная для защиты от гуннов Великая Китайская Стена не могла сдержать их атак. И китайские императоры, пытаясь родством избежать нападений, выдавали своих дочерей за правителей гуннов. И исправно платили дань. Походы гуннов на запад вызвали великое переселение народов. Вождь гуннов Атила, прозванный Бичом Божьим, объединил все племена от Волги до Рейна и сокрушил Римскую империю. Самую могущественную державу того времени. Над сынами человеческими воссели мои предки. Четыре угла света были им врагами. Выступая в поход с войском, народы четырех углов света они всех покорили. Они были мудрые каганы. Они были мужественные каганы. Имевших головы, они заставили склонить головы. Имевших колени, они заставили преклонить колени. И стал народ народом, и стало государство государством. Из тюркских рунических надписей. Эта территория Алтая считается центром образования, формирования, создания, распада древнечурских государственных объединений. От одного истребленного соседями племени уцелел девятилетний мальчик. Враги, отрубив руки и ноги, бросили его в болото. Там от него забеременела волчица. Мальчика все-таки убили. А волчица ушла на Алтай, спряталась в пещеру и родила там десять сыновей. Так и появилась по легенде новая племя – тюрки. Единственные, кто мог противостоять геноциду Газавата – священной войне исламистов. Они защитили Византию и освободили Кавказ от арабской экспансии. Тюрки и их последующие наследники – тюргеши, карлуки, кипчаки и другие – олицетворяли силу своей эпохи и стали покровителями других стран и народов. Брак с тюркскими принцессами – их называли Турандот – был гарантией мира и поддержки для правителей Азии и Европы. Почти все влиятельные княжеские рода Киевской Руси состояли в кровном родстве со степными кипчаками. Их называли половцы – команы, а в Египте – мамлюки. Кипчакские воины, проданные врагами в рабство, захватили султанский трон и почти 500 лет правили Египтом. История Семипалатинской земли уходит вглубь веков. О существовании богатого и красивого города на старинных торговых путях на протяжении нескольких тысячелетий рассказывали многие древние путешественники. Но в хрониках осталась только память о дерзких набегах степных всадников. Кочевники – это далекие от цивилизации дикие варвары. Такое мнение сложилось об этом народе. 2003 год, вблизи города Семипалатинска. Во время съемок фильма «Озеро Сыреколь» мы случайно под одним каменным изваянием нашли золотой кувшин и множество других ценных предметов. Местные археологи, выехавшие вместе с нами, сразу оценили нашу находку. Смотрите, тюркский каганат. Средства вообще не были известны. Представляете, что вы открыли, ребята, вы не понимаете? Это средство обмена тюркского каганата. Это древнятюркская поминальная оградка. Это, с восточной стороны, которой обычно устанавливались статуи воина. Статуи, значит, представляются в нескольких вариантах. Иногда с кувшином в руки, либо сам кувшин, значит, в качестве поминального дара закапывается у подножия этой каменной статуи. Размер этого изваяния, эта высота и потом все аксессуары зависят от социального ранга того человека, в честь которого был установлен этот памятник. Тем выше, значит, тем значимее, значит, это самое, он занимал более высокое положение в древнятюрском обществе. Это не просто рядовой человек, воин, это какой-то полководец, это предводитель. У древних кочевников существовал культ предков. Они верили в буквальное воскрешение человека и возлагали в могилу самых мужественных, талантливых и мудрых людей своего рода золотой кувшин. Именно ритуальный золотой кувшин должен был возродить вождя на этой земле. Золотой кувшин был символом бессмертия для древних кочевников. Но, как оказалось, этот ритуал захоронений существовал еще у одного народа. Когда и как появился этот народ? Загадка. Они первыми придумали письменность. Дни недели и летоисчисления, которыми пользуются современные люди. Изобрели колесо и гончарный круг, плуг и парусную лодку. Научились возводить арки и купола, изготовлять литье из бронзы, серебра и золота. Освоили резьбу по камню, гравировку и инкрустацию. И создали первое правовое государство на земле. Некоторые ученые считают их посланниками внеземной цивилизации. Другие – людьми, оставшимися после всемирного потопа. В Библии эта страна именуется Синеар. Колыбель первой человеческой цивилизации – шумер – была открыта учеными в середине XIX века. Что же связывает степных кочевников с шумерами, жившими 3000 лет до нашей эры в Междуречье на земле Месопотамии? Ученые считают, что самым объективным источником в изучении древности является слово. Шумерские глиняные пиктограммы и древнетюркская письменность древних кочевников оказались удивительно близкими не только по написанию, но и по значению. Одинаковыми были и многие слова по звучанию. Это языки одной культурной федерации, обусловленные одной религией. Ритуал захоронений шумеров и кочевников был также одинаков. Они поклонялись земле и воде, как священной матери, чей золотой сосуд был источником жизни и не поддавался разрушению временем. Золото было символом солнца, а солнце считалось символом жизни. Вера в бессмертие человека была основой тенгрианства, религии, по которой весь мир был сотворен единым отцом, небом. Тюрки называли его тенгри, шумеры, дзенгир. Эта вера легла в основу духовных и культурных традиций шумеров и кочевников. Почему столь схожи религия, культура и письменность двух этих народов, разделенных между собой большими расстояниями, а главное, живших в разные исторические эпохи? Для ученых этот вопрос остается загадкой. Шумеры исчезли навсегда, оставив всему миру достижение своей цивилизации. Уровень культуры степной цивилизации до конца не изучен, но поражает с каждым новым открытием. Восточный Казахстан, 1998 год. Археологические раскорки в местности Берель стали мировой сенсацией. Вечная мерзлота под одним из курганов прекрасно сохранила останки забальзамированных людей и 13 жертвенных лошадей. Сохранилось даже содержимое желудков животных, а их мясо, сваренное в порядке эксперимента, как оказалось, за 2500 лет ничуть не утратило своих вкусовых качеств. Сенсацией стало то, что эта морозильная камера была искусственно создана руками человека. Уникальность внутримогильной конструкции Берельского кургана сопоставима с загадкой египетских пирамид. В отличие от египетских мумий, вечная мерзлота сохранила живые человеческие ткани, по которым будет определен генетический код нашего древнего предка. Берельские находки заставляют всерьез задуматься ученых об уровне развития культуры кочевников. В те времена бронзовый век европейцы ходили еще в бронзовых кинжалах, а намады еще повали железные кинжалы, стремина и так далее. Это свидетельство о тех невысоком уровне культуры по обработке металла, в том числе черного, то есть железа. Если в те времена считались железо добывали, это как стратегический материал, как в современности, как атомно-бомбовый изобретитель, один из изделий, найденный на береле. Пустотелая бронза, техника, которую мы в современности считаем, как бы мы изобрели. А доказывает работа, что в те времена они искусственно умели делать великолепное литье. В то же время мы делали прокатку металла, золота. Золотые детали раскатывались до такой степени, в которой сейчас при нашем современном технологии очень сложно. Также прокатка серебра, олова и так далее. Искусство древних кочевников вошло в мировую сокровищницу под названием скифский звериный стиль. По мнению ученых, гармония с окружающим миром была основой духовной и культурной жизни кочевников. В эпоху Средневековья империя тюрков владела большей частью евразийского пространства. Она дала начало более чем 40 народам, в том числе и казахскому. На протяжении нескольких тысячелетий духовные и культурные традиции кочевников передавались из поколения в поколение и дошли до наших дней. В 18 веке, через 500 лет после падения последнего тюркского государства, на родине древних кочевников в Восточном Казахстане на развалинах старинного храма возник новый большой город. Говорят, от оставшихся семи каменных мечетей и получил свое имя город Семипалатинск. Для меня, конечно, Семипалатинск дорог тем, что эта земля мне жизнь дала, на этой земле я выросла. Территория Семипалатинска создала очень много больших талантов и в позапрошлом веке, и в прошлом веке. И сейчас, слава Богу, у нас много молодых талантливых и писателей, и ученых, и актеров. Поэтому я считаю, что Семипалатинская земля сама по себе очень благодатная. И, конечно, у нас, конечно, нет мало хлеба, но у нас это много талантов. В этом я уверена. Моя родная земля Семипалатинска. Я хочу сказать, что я очень вернусь тем, что я из этого города, с этой землей. Я хочу пожелать, конечно, прежде всего, мира, здоровых детей, вот такой вот вечной зелени, вечной весны в душе. Когда я приезжаю, я сразу превращаюсь в маленькую девочку, которая пела на эти булики, бегала, выходила на концертные площадки. И все Семипалатинские помнят меня, как я с детства выходила в пионерском галстике, потом с кавкогольским значком, участвовала на конкурсе. И когда я уезжала уже из Семипалатинска, я просто не представляла, насколько у меня ответственная в будущем жизнь предстоит. И, конечно, все время мои Семипалатинсы вместе со мной. Я знаю, что мои земляки за меня переживают. Я переживаю за свою родину, за своих земляков. Я хочу, чтобы наш город поднимался с каждым днем, стал краше. Как бы с этим городом очень много связано. Вообще этот город имеет какие-то, имеет ауру, воображенную выходность, потому что именно город Семипалатинска и пересчетная численность населения и количество известных людей имеет самую большую, что сказать, из почти многих городов Казахстана. То есть, видимо, здесь кто-то есть. Существует много версий и легенд о времени возникновения семи каменных мечетей, на месте которых был основан город. Эту землю всегда считали святой. Здесь рождались племена и народы, встречались и взаимно обогащались различные культуры. Восточный Казахстан был родиной древних кочевников. Их преемники казахи сохранили обычаи и традиции своих предков. Эта земля защитила планету от Третьей мировой войны, взяв на себя бремя ядерного полигона. Сами палатинцы называют духовным и культурным центром Казахстана. Сами палатинцы Сами палатинцы Игорь Негода Сами палатинцы Продолжение следует...